Никита, вперед! Молодец! 17 каюров в этом году вышли на старт гонки за Кубу Верингийского единства. Краевые соревнования прошли на территории спорткомплекса Олигенде 2 марта в селе Эсса Быстринского района. Итоги гонки на собачьих упряжках стали еще и жеребьевкой каюров. На право выхода – на большую гонку. Дело в том, что в гонке произошли замены. Один каюр не успел, к сожалению, прибыть с отдаленного северного поселка к прологу гонки, поэтому не участвовал в прологе. Первым дистанцию в 10 километров преодолел Валентин Левковский. На втором месте – Никита Ревенок. Бронза у Александра Чуприна. Большую гонку каюры отправились в последовательности обратной их позиции. Первый этап пройдет из села Эсса до Хайрузова. Правда, в ходе предстартовой проверки трассы выяснилось, что река Черемшинка резко стала подниматься, в результате чего на поверхности льда образовалась шуга. Поэтому на 28-ю камчатскую гонку каюры вышли только 4 марта в понедельник. У Беренгии очень славная история. Несмотря на обширную географию, огромное количество населенных пунктов, больших новых маршрутов, расстояний, Эсса всегда оставалась и остается колыбелью гонки. Именно отсюда в далекие годы ушала Беренгии свой первый маршрут. После церемонии награждения победителей Кубка Беренгийского единства перед жителями и гостями Эсса выступила легендарная группа Secret Service. Во время эксклюзивного интервью нашему информагентству шведские артисты отметили хорошую организацию праздника, которая, по их словам, ничуть не уступает международному уровню. Мы были на Камчатке два раза на универсал. Только спросили, мы сразу согласились. Нам так было интересно. Помимо соревнований на территории Олегенде были организованы различные мастер-классы и конкурсы. Каждый пришедший на большой праздник, посвященный старту Беренгии-2019, мог отведать горячие шурпы из оленины. И обеспечивает медициную братья-бунки. Вы пойдете всю гонку? Всю гонку, да. Помимо медика, ветеринара и судьи в Беренгии участвует и целая армия волонтеров. Также в этом году в гонке задействовано пять высокопроходимых автомобилей, которые доставят топливо и корма для животных, а также личные вещи каюров. Финишировать участники гонки будут и в Усть-Камчатске. Пришедший первым получит 3 миллиона рублей. Для Солотыпова Иван Родин, Митрий Былков, информационное агентство «Камчатка».